друзья привет сегодня мы говорим про honda сегодня у нас honda fit и мы также будем говорить про такие классные машины как шатл везет грейс free которые построены на технической базе фита полуторалитровый мотор web гибридная установка на 22 киловатта и роботизированная коробка это то что пугает многих от покупки этих замечательных машин и мы часто в комментариях встречаем что люди очень восторгаются этим машинами они им нравятся не хотят купить но они боятся слухов о том то что робот это проблемная трансмиссия мы сегодня приехали в гибрид сервис и сегодня мы не просто поговорим о роботе а мы сегодня посмотрим его внутрянку и попробуем сделать вывод робот это ошибка honda либо это лучшая трансмиссия так ли страшен черт как его малюю сегодня найдем ответ пошли заходим в бокс где ребята меняют коробки моторы и джессик тут висел не так давно алексей сказал что у нас пациент есть специально под наш эксперимент алексей доброе утро ой как красиво это и есть этот робот тот самый зловещий не первый раз говорю уже видео то что honda сейчас масс-маркет фиты грейсы везели шаттлы джейды фриды рестайловых сейчас взяли несколько штук и вообще это просто будет хит продаж это очень популярные машины и то есть почему мы решили выделить серию на трансмиссию этих машин потому что они очень популярны но люди да вот просто под каждым видео люди какие классные машины но я так боюсь робота и мы приехали к тебе узнать что же вообще за такой этот зверь робот и я вижу вот мы зашли эти honda висят что они делают постоянно тоже слышим вопросы про роботы что и как но вот по статистике очень много у нас обслуживается фитов и залов прям наверно ну больше половины вот и свежепривезенных машин сейчас это бунда ну причем так как мы специализируемся на гибридах основная масса и едет именно на роботе там выдовый невыдовый это уже нюансы как правило вот то что вы сегодня увидели там у нас скопление везелов ну так совпало просто все на плановом то есть ну по какому-то глобалу сегодня ни одной машины вот робот вот в сборе мы увидим сейчас то есть и перейдем подробно расскажу из чего он состоит робот стоит на всех гибридных версиях вот этих вот в томе везель и грейсы игры севизов и шаттлы эти машины покупаются вот каждый вот вчера мы взяли шаттла gp8 это полный привод гибрид на роботе да просто каждый день покупки хонд на роботе давай начнем вообще что это за трансмиссия такая робот я не знал до съемок хонды легенды там стоит тоже робот хотя это флагман и я узнал что это сейчас алексей продолжить обычная механика да где ты выжил сцепление там выжимной подшипник или там толкнул диск и воткнул там сцепление отпустил поехал все знакомы с обычным автоматом там ну там его модификации потом пошли вариатор и так далее где ты ничего не делаешь просто дэшку вот ну поехал это можно сказать гибрид да то есть это по начинке своей по сути механика механические передачи только за водителя переключением там и выжимом занимается электроника ну про это сейчас тоже день и что он из себя представляет что здесь необычного то есть так как это гибридная машина под вот этой крышкой стоит электромотор который батарейку заряжает там валом вращается мы потом в разборе покажем вот это бачки с тормозной жидкостью до 2 . они отвечают за выжимами на за подшипники опять же расскажу подробно на снятую с этой стороны селектор вилкой называется в простонародье это как механики дары тебе заменяет твою обычную кочергу на обычной коробчатой машине и фишки вишь разъем электронно передачи щелкаются 7 передач 1 задняя 6 вперед сцепление двойное сцепление стоит корзине вот здесь вот выжимной он она снята я покажу отдельно есть два вала каждый вал отвечает зачетные и нечетные передачи и соответственно выжимных подшипника там два один диск сцепления второй диск опять же один подчетный другой под нечетный и каждый подшипник выжимает свое сцепление никаких тут гидроблоков там ремней ремней вариаторных соленоидов ничего нет чисто шестеренки механика то есть в принципе опять же ну при аккуратной эксплуатации он там может 300 плюс тысяч проехать ну и вот с этой механикой ничего не случится то есть обязательно ну там естественно меняем периодически масло как положено уровень масла держим естественно если масло не будет там либо будет мало ну пойдет износ шестеренок стружка пойдет и так далее это уже не есть хорошо масляный насос потому что все равно есть там на электромотор масло раскидывает зачем honda ставит на ну то есть роботы вот смотри они ставятся lamborghini huracan r8 audi ну то есть да это какие-то там американские там но очень много мощности большие объемы а почему масс-маркет почему маленький fit такой симпатичный хэтчбэк это просто фантазии почему honda начала ставить именно вот эти трансмиссии которые по факту эта механика у них вы сам один из самых высоких кпд почему вопрос твой понял ну во первых ты наверно помнишь машины которые вот постарее да были фонды у них очень много было версий на коробку там даже ашри была на коробке crz гибрид до сих пор ездят коробчатые вот недавно кстати без пробежка к нам приезжала на обслуживание это бренд гонщиков да все равно народ стал как бы раскайфованный ленивый на автомате привык ездить а тут грубо говоря два в одном ты получаешь динамику коробки при этом рычаг не дергаешь пробках тебя это не напрягает а там у нас так еще город рельефный тут вообще на коробке сейчас не заставишь никого ездить в общем мы можем подытожить то что honda поставила для того чтобы пользователи получать получали от езды отличие от тойоты тойота славится лагом даже вот мой лекс много дури 300 сил у меня лаги у этих машин нету короче они поставить для динамики окей так слушай вот это вот очень интересная часть это и есть механика вот эти шестеренки все железно специально не стал вот эту вилку вытаскивать чтобы было понятно вот она там стоит есть вот это вещи которые она там вращает подымает и втыкает с помощью вот этого механизма но определенные передачи я видел механику только на этой как она работает только на анимации так в общем разобрались основной вот коробка передач она механическая те же самые шестеренки вилка в ломается крайне редко бывают случаи ну ну жидкость пропала или что-то из пропала маленький уровень там пробили кстати проблемка есть левый сальник передний саль левого привода очень часто макреет подтекает бывает даже на 50 тысяч надо следить обычно ручьем не бежит то все равно это потеря жидкостей как бы обратная сторона до электромотор но тут в принципе он это то что не увидишь на любом роботе где просто бензиновый мотор этого нету расскажу про механику про вилку на той управляет ну щелкает механически мы управлять электроника ведь облоганная фишка разъемы развернуты вперед опять же повторюсь набить и были случаи когда вилка страдала там где-то разбит разъем вода попала окисление пошло там начинаются у нас было там несколько случаев замены вилки там даже ошибка есть отдельная инвестируется когда там что-то не в порядке вот но опять же это не относится к нормальным автомобилям с нормальным пробегом с честной историей кибитом кобаилка просто так умерла мало вероятного сейчас плавно подходим самому интересному пока слушай пока у нас но не было ничего что но чего стоит бояться все не ломается пока эта система выжима да почему как как механика работает без сцепления без рычага ага то есть вот здесь в этой области как как это называется но это колокол сам колокол здесь у получается на сборе как вот допустим обычное сцепление на коробке да у нас идет корзина там она там к маховику крепится на моторе я менял на rx-8 у меня сдох диск и там что-то вот мне какой-то маховики там вот этого меняли что здесь у нас интересного если посмотреть вот здесь в разрезе даже видно диски сцепления вот один он второй этих здесь два вот здесь вот выжимные подшипники в середине до стоят два входа это бачки кто-то их актуаторами называет тоже 2 2 же тормозной шуткостью ставятся они вот так вот сверху на робот мы там видели да вот и работают таким образом то есть когда допустим электроник этим всем управляет как я уже сказал есть четные есть нечетные передачи соответственно один диск за не отвечает другой за вторые два вала здесь вот один тоже ну тоже там считается четный нечетный до один из этих валов он задействует как раз вращение электромотора то есть машина стоит на холостых работает батарейка заряжается один вал крутит мотор вот получается подшипника 21 поменьше другой побольше диаметром когда идет выжим то есть давление пошло в одну трубку выезжает допустим один подшипник активирует там четный диск агаеру вот на четные передачи когда идет давление во второй ну выходит второй подшипник и сжимает вот можно сказать слабым местом до всей этой системы ну опять же поставить всего робота всего робота ну вот это вот этот вот выжимной механизм то есть вот с этими подшипниками там внутри есть пластиковая или капроновая втулка не знаю как назвать потому что они там по горяде один в одном подвижные больше всего не любят большой температурой я думаю все слышали про такую вещь что ты когда робота обслуживаешь обязательно там адаптации калибровки да вот это важная вещь то есть когда машина калибруется да ну именно от робот сцеплением компьютер получается реальную толщину дисков узнает оба есть он подстраивать в любом случае трется да там ферадор вещества из которых она состоит они подтираются увеличиваются зазоры ход из-за этого могут быть затупы вызванные давай наверное скажем то что все-таки это расходник как и на механика сути да это расходник диски и выжимной это расходник это меняется и на механики поэтому но имейте ввиду то есть это как колодки это как какие-то жидкости вашей машине но у этих агрегатов срок службы подольше и вот сейчас вот алексей дает цену информацию если вы планируете стать хондоводом гибридным либо но там любую вариацию вот этих вот автомобилей купить то вам сейчас нужно внимательно слушать как отсрочить максимально долго замену вот этих выжимных дисков или вообще за период эксплуатации не столкнуться с заменой вот этих вот выжимных и дисков обслужить эту трансмиссию стоит не очень дорого по деньгам даже в инсайде гораздо дороже потому что там фильтра там масло больше по объему заливки то есть в принципе это не накладно если сравнить каким-нибудь ниссаном где вариатор обслужить вообще там космос достоит денег со всеми фильтрами здесь нет я все-таки думаю динамичная езда она вот бьет по всему какой бы у тебя не был мотор что у тебя там gz что у тебя там автомат тойотовский планетарка все равно динамика вот эти вот резкие то есть у тебя все резко начинает крутиться я думаю вот это все таки влияет отсутствие калибровки вот каждые 20 тысяч вот запомнить каждые 20 тысяч короче за своим конем надо следить вот просто смотреть копыта зубы там что там еще расчесывать давай лёг поговорим о самом страшном и такое вот они приятно это цена блинчика но его частей и стоимость работы вообще сколько стоит поменять у вас и расходить ну вот у нас сервисе 8 9000 такая работа стоит там снятия подняли чуть подороже до снять поставим на самом деле потребность сцепления вместе с выжимным механизмом она возникает чаще чем пробуйте до робот но он не ломается мы сделали вывод слушай а вот можно ли купить новые но эти диски и новый выжимной ну вот новый выжимной у японцев отдельно не продается то есть у логих он дойдет все в сборе то есть меняется блинчик ну вот контракт контракте ты берешь вот все вот вот то что у меня сейчас руках она все берется то есть диски не стираются но типа как на маленьком пробеге то есть на пробеге 300 они скорее всего еще будут проблема проблема в ижимном в этом хитром двойном да то есть блинчик нам нужно покупать контрактный так сказать 50 50-70 рублей в зависимости от ситуации на рынке там много мало в общем стоимость блинчика и плюс 8 9 тысяч рублей да ну там плюс понятно масло там и так далее по умолчанию давайте на вот на примере везла покажем здесь смотрели щупа в роботе нет так уровень масла ну ты так не проверишь то есть у него есть там сливная пробка внизу до сверху вот здесь вот есть зеленое отверстие под воздуха нам ага и там есть болтик пробочка чек то есть ешь пока с него не польется да и под корпусом воздушного фильтра находятся вот эти бачки актуаторы где тормозная жидкость для сцепления при обслуживании снимаешь ну мы еще на хонде кстати всегда смотрим при первом особенно того состояние дроссельной заслонки мое мнение о подкапотке honda вот такое мне нравится мне вообще когда не закрыта пластиком блин вообще прям кайфую как там вот эти все силовые провода инверторы прям очень интересно еще компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания